ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 21 апреля спортсмены Федерации лёгкой атлетики Сарова приняли участие в двух соревнованиях. Лёгкоатлетический марафон состоялся в Тольятти и был приурочен к 282-летию Ставрополя на Волге. Максим Кистанов занял третье место в общем зачёте и первое место в своей возрастной группе. Сергей Курин стал восьмым в общем зачёте и пятым в своей возрастной группе. Футболисты в НЕФ поучаствовали в отраслевом турнире по мини-футболу. 12 коллективов из дивизионов ГК «Росатом» 120 спортсменов вышли в эти дни на паркет «Локолидер», чтобы определить сильнейшую мини-футбольную команду отрасли. Сборную ЯОК «Центр» представляли футболисты Рафиатс МНЕФ. Победителем турнира стала команда ЗСЖЦ, обыграв уральцев из ЯОКа со счётом 4-1. Звание лучший игрок команды завоевал помимо прочих и сотрудник ядерного центра Иван Лотев. 27 апреля в спортивном комплексе «Юниор» пройдёт открытое первенство города по художественной гимнастике «Весенние ласточки». В 13 часов начнётся личное первенство между спортсменками 2008-2013 года рождения, в 14.15 пройдёт показательное выступление, а в 15.30 на ковер выйдут старшие спортсменки 2003-2007 годов рождения и кроме личных программ гимнастки покажут и групповые упражнения. На прошлой неделе я уже рассказывал вам о спортсменах с ограниченными возможностями здоровья, которые блестяще выступили на турнире по плаванию в Нижнем Новгороде. Мы с ними встретились и поговорили. Сила духа и воля к победе заставляют забыть об ограниченных возможностях. Трудности не мешают этим ребятам становиться чемпионами. В соревнованиях в Дзержинске участвовали спортсмены из семи городов области. Саровчане заняли почти все призовые места. Ребятки выступили очень достойно, улучшили своё время, выполнили разряды, причём второй взрослый разряд, третий взрослый разряд и первый юношеский. Для каждой группы пловцов есть свои показания и ограничения, которые требуют пристального внимания и индивидуальной работы. Тренируются спортсмены по два часа, пять дней в неделю. За это время дети укрепляют здоровье, преодолевают психологические барьеры и адаптируются в социальной среде. Я поучаствовала в соревнованиях, научилась плавать, стала быстрее плавать. Адаптивный спорт в Сарове продолжает развиваться. Регулярно проводятся городские соревнования, разрабатываются новые программы по физической культуре для детей с ограниченными возможностями. На данный момент у меня уже три группы с детьми, инвалидами. Ну и плюс у нас ещё в молодёжном центре занимаются с такими же детками. То есть я считаю, что для нашего небольшого города это очень хорошо. У нас проходят весёлые старты на воде, весёлые старты для детей таких на суше. Плюс вот у нас на следующей неделе будут соревнования по плаванию. По словам тренера Эдуарда Вешкина, за время тренировок ребята стали дружным и сплочённым коллективом. Вместе с родителями юные пловцы регулярно посещают музеи, кино и театры. Выбираются вместе на прогулки. Общение поднимает настроение, а совместное достижение результатов помогает поверить в свои силы. Дарья Козина, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24. Саровские спортсмены завоевали долгожданный трофей. В нелёгких поединках с представителями региона нашим боксёрам удалось стать лучшими в командном зачёте. 9 побед, 4 поражения и 1 ничья. Я на этом турнире побывал и увидел все победы своими глазами. 14 боёв на ринге и беззаговорочная победа спортсменов из Сарова над сборной командой боксёров Нижегородской области. Таковы результаты традиционного турнира по боксу на призы Федерального ядерного центра. В борьбу за главный трофей соревнований вступил Саша Карасёв, молодой, но перспективный боксёр. Свой бой он начал активно, полностью доминируя над своим оппонентом. К финальному удару колокола подошёл с абсолютным преимуществом. Бой за честь города спортсмен считает важным в своей карьере. Он важный, очень важный, потому что у меня таких больших соревнований не было. Это первый мой раз. Для Максима Авдонина из Нижнего Новгорода соревнование не в новинку. За спиной у 15-летнего боксёра уже 5 подобных выходов на ринг. На этот раз спортивная удача от юноши отвернулась. Бой за звание лучшего для него получился тяжёлым и закончился поражением. Однако спортсмен не расстроился. Во-первых, он получил незабываемый опыт, а во-вторых, проиграл красиво. А этот дорогого стоит. Бой прошёл хорошо, мне очень понравился соперник. Он очень хороший. Второе место тоже хорошо. Конечно, не первое, но второе место тоже хорошо. Не обидно? Нет. То есть, такому сопернику не обидно проиграть. Праздник спорта получился не только для боксёров. Каждый удачный удар, блок или серия зрители встречали бурными аплодисментами и поддержкой. Независимо от того, какой спортсмен лидировал. По мнению организаторов, проводить подобные турниры необходимо как можно чаще. Это поможет не только развивать совсем юных боксёров, но и даст возможность спортсменам-любителям держать себя в хорошей физической форме и тонусе. На самом деле, бокс, бокс, он приучает с детства к преодолению трудностей. И как многие думают, что бокс – это драка, только бокс – это не драка. Бокс – это реально умный поединок, где кроме силы должен боец думать головой. И если этого симбиоза, сила и ума нет, то боксер профессионально никогда не получится. Турнир по боксу остался позади. В этом году спортсмены Сарова показали высокий уровень подготовки. В следующий раз им придется вновь отстаивать звание победителей. А для этого готовиться придется еще больше и упорней. 21 апреля в Сарове состоялся юбилейный 20-й чемпионат по становой тяге памяти заслуженного тренера мастера спорта СССР по тяжелой атлетике Заня Фавалеева. На помост в спортзале бассейна «Дельфин» вышли 37 спортсменок в 10 весовых категориях, в том числе 7 девушек. Тренер по тяжелой атлетике, мастер спорта СССР Занев Валеев еще в 80-е годы стоял у истоков создания в нашем городе секции силового троеборья. За это время он воспитал не одно поколение талантливых учеников. Ровно 20 лет назад он ушел, и были организованы турниры его памяти. Все эти 20 лет пытаемся, чтобы хоть как-то обратить внимание, для того, чтобы не забыли, что тяжелая атлетика существует, и как-то ее популяризировать. В этом году юбилейный мемориал памяти заслуженного мастера спорта СССР по тяжелой атлетике Занев Валеева проводился по усеченной программе. И вместо классического троеборья спортсмены выполняли только один вид программы – становую тягу. Каждому спортсмену давалось по три попытки, и с каждым новым выходом участника вес на штанге становился все больше. Александр Илычагин ежегодно принимает участие в турнире Валеева. Рекорд спортсмена по становой тяге – 210 килограммов. Александр – неоднократный победитель городских соревнований. Но на турнир мужчина пришел вовсе не за золотом. По его мнению, главное здесь – это почтить память заслуженного тренера и показать достойный пример нынешнему поколению. Я хочу поддержать более молодых участников, чтобы у них была какая-то мотивация поднимать больше, становиться лучше, сильнее. Заниматься силовым троеборьем Карина Кормилицина начала четыре месяца назад. Это ее первое серьезное соревнование. Сюда она пришла для того, чтобы доказать, что этот вид спорта по плечу не только мужчинам, но и девушкам. Я решила пойти по папе Гостобам. Он у меня был спортсменом по тяжелоатлетике, кандидат в мастер спорта. В турнире приняло участие 37 спортсменов в 10 весовых категориях. Победителям вручили памятные дипломы, медали и денежные сертификаты. Спортивный зал молодежного центра наполнился детским смехом. Лучшие спортсмены, представители детских садов нашего города вышли на старт спортивного фестиваля ДРОСТ. Ежегодный праздник физкультуры и здорового образа жизни для дошколят проходит в нашем городе уже восьмой раз. Подробности в нашем следующем репортаже. Старт! Внимание! Марш! Здесь все как на серьезных соревнованиях. Красные флажки, свистки, команда, настоящая судейская бригада и протоколы. В финале фестиваля ДРОСТ приняло участие 19 команд из детских садов нашего города. Праздник состоял из двух частей творческого конкурса и спортивной эстафеты. Такие мероприятия у нас проводятся с одной целью – это приобщение детей к спорту, их вовлечение, популяризация спортивных мероприятий. Физкультурно-образовательный фестиваль ДРОСТ в Сарове стартовал восемь лет назад. Ежегодно в нем принимают участие все детские сады города. В каждой команде по четыре человека – две девочки и два мальчика. Путь к пизе стал у почета, у маленьких спортсменов лежал через непростые, но веселые испытания. Самое сложное было – кидать мешочки. Там надо было кидать пять правой, пять левой, а я кинул десять правой. Это сложно было. Мне понравилось больше всего здесь танцевать и понравилось здесь прыгать через скакалку. По итогам фестиваля ребят наградили памятными дипломами и подарками. Такой была эта спортивная неделя в Сарове, состоящая из побед и поражений, успехов и неудач. Хотите быть в курсе всех наших новостей, первым узнавать самую актуальную информацию или быть героем наших сюжетов и программ? Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте, Инстаграм, Фейсбук и Одноклассники. Всем побед! Пока! Субтитры подогнал «Симон»!